Добрый день! Сегодня мы рассмотрим кубоид 3х3х15 от компании VTD. Уникальная коробочка, не так как было с 3х3х10 и 3х3х11, где одна коробка была на 4 модели. Здесь вот для 15-слойной головоломки своя собственная. 3х3х15 мы видим. VTD Magic Cube. Нарисована схема. Ну и в принципе все. Открывается сзади, как и все остальные кубоиды. Извлекаем. Инструкции естественно нет. Чего бы мы ждали еще? 15-слойный кубоид. Да, есть 3х3х17. Более того, я этот кубоид уже заказал. Он ко мне едет на момент записи видео. Также, скорее всего, он ко мне уже приехал, так как публиковать это видео я буду далеко не сразу, а записываю в декабре 2020 года. На момент записи кубоиды 3х3х13 и 3х3х15 доступны в полупрозрачном красном пластике. В цветном варианте, как у меня, и еще выпустили в черном пластике. Когда я записывал видео про 3х3х13, в черном пластике еще не было. Также, на данный момент, 3х3х17 уже в продаже в красном полупрозрачном пластике и в черном, в цветном, не было. Я заказал в черном. Возможно, позже появится и цветная версия. Но, если честно, если мы возьмем 3х3х11, который у меня в черном пластике, и 3х3х13, внешне черный пластик мало уступает, даже приятнее смотрится по сравнению с цветным. Да и наклейки держатся хорошо, ни одна не отпала, хотя вот эту кубоиду я собирал, наверное, больше всех. Ну, конечно, до того, как ко мне приехали более крупные. Сегодня мы будем рассматривать 15-слойную. Здесь, как бы, ничего нового-то и нет, но уже здесь достигнута та грань, где головоломка смотрится уже в руках как большая. Мы возьмем 13-слойную, но она побольше, конечно, чем обычный 3х3. Вот обычная трешка. Но в руке еще не так смотрелось. Вот 15-слойная уже массивнее, габаритнее выглядит. И пальцы уже так не всегда дотягиваются до нужных мест, если вот держать одной рукой. Ну, это чувствуется. Сила, мощь. Эти кубоиды уже дорогие, и я сразу скажу, что нового в них вы ничего не увидите. Принцип сборки такой же, как 3х3х5. Такой вот кубоид. Если вы умеете собирать, вы соберете любой другой нечетный. Отличаются многослойные кубоиды только от четной модели. Ранее вся эта серия называлась кубик, то есть, которая вращается и как кубик. Также это здесь все вращается. Ну, а сейчас почему-то в названии писать перестали. Доступны для покупки две версии кубоида 3х3х15. Напомню, чем они отличаются. Вот у нас 3х3х11 у меня в двух версиях. Версия первая, просто 11 слоев. Версия вторая, где средний слой повернут на 90 градусов. Ну, вот это крупный центр. У меня 10 и 11-слойные в двух версиях. 13 и 15 я купил только в одной. А 17-слойная головоломка. И продается до сих пор только, опять же, в одной версии. Ну, в первой, вот в такой. Почему я не стал покупать версию 2 для этих кубоидов? Ну, потому что они стоят дорого. А функционала от этих перевернутых слоев, ну, не так много. Вот, 3х3х11. Если мы их повернули, то сначала нужно собрать их, потом собрать оставшиеся 4 слоя по краям. И точно такой же функционал мы наблюдали в кубике 3х3х7, который вот по такой классификации был бы 3х3х9. То есть, вот с этого момента ничего нового здесь не появилось. Понятно, что дорогой кубоид, 15-17-слойный, но ради вот этого не очень значительного элемента, ну, покупать вряд ли имеет смысл. Я не против того, что у меня такое когда-нибудь появится в коллекции, но стремиться это купить я не буду. Понятно, что компания 17-слойную главоломку не торопится выпускать в двух версиях. Ее и в одной версии далеко не все станут покупать. Хотя, для коллекции это будет интересно. Ну, давайте посмотрим по кручению. Сразу скажу, что 15-слойный экземпляр вращается еще хуже 13-слойного. Оно и неудивительно, слоев больше, конструкция сложнее. Но, что меня порадовало, крайние слои здесь вращались приятнее. И, в принципе, просто слои еще более-менее как-то вращаются. Да, есть какие-то заедания, лакапы, но терпимо. Зато плохо вращается, ну, как сказать, этап 3х3. То есть, когда главоломка теряет свою форму. Я изначально стал аккуратно все это перемешивать, собирать. Не помню, то ли на первой, то ли на второй сборке. И у меня, так же, как и 3х3х13, кубовик разлетелся. Только разлетелся он не верхняя половина, как до этого, а вот в такой плоскости. Вот, смотрите, фотографии я специально поделал. И что было весело, я собирал это не за столом, а, ну, сидя в кресле, развалившись над коленями. И все это рассыпалось по коленям, по полу и так далее. Даже попросил жену сфотографировать для истории. Будьте аккуратны. Первый сборок 7, постоянно вылетали элементы. Самые первые элементы, которые вылетают, это элементы, которые находятся рядом со средним слоем. Они самые маленькие. У них небольшие ножки. И цепляются они меньше всего. Так же, что стало здесь непривычным по сравнению с 13-й слойной головоломкой, вылетали угловые элементы. Обычно вылетали ребра, вот на этих более мелких кубовидах. Но здесь еще вылетали угловые. Не смертельно, но они становляются чуть сложнее. Естественно, когда у меня все это разлетелось, я это смазывал и в разборном виде, и в собранном виде. Смазки здесь много, но эффект от нее не сногсшибательный. Он постепенный. С каждой сборкой вроде бы получше вращается. Но самые большие проблемы именно на этом этапе. Как только вам удастся собрать форму кубовида, дальше все проще и стабильнее. Мы видим, что если вот так повернуть, нависает часть элементов, из-за этого что-то здесь клинит. Приходится их как-то поправлять. Но я думаю, сейчас на демонстрационной сборке вы все это увидите. Сразу скажу, что кубовид вращать можно. Это не та головоломка, которую из-за плохого вращения я бы не стал покупать. Нужно быть аккуратнее, терпимее. И первые 10 сборок быть особенно аккуратным, чтобы все это притереть. Я долго не решался начать записывать это видео, потому что надеялся на улучшение вращения. И вот последние сборки 3-4. Прогресс уже незначительный. И давайте мы попробуем все это размешать и собрать на камеру. Как обычно, если вы не желаете страдать ближайшие 30-40 минут, не знаю, сколько это времени займет, смотри, как будет лакапить, то можно в данный момент просмотр закончить. Краткий вывод. Кубовид вращается плохо, но он того стоит. Привыкнуть к вращению можно. Постепенно улучшается, но выглядит монументально и мощно. Приятно держать в руках. Единственное, вот в цветном пластике такой момент есть. Некоторые элементы сбоку имеют другой цвет, и он здесь вот виднеется. Ну, эстетически изъян. Ну, и сама головоломка такая вся, желеобразная получается. Ну, и громкая, как и предыдущие кубовиды. Немножко так на похоримушку все похоже. Ну, давайте. Тех, кто не хотят смотреть сборку, вам удачи. А самые терпеливые сейчас мы с вами перемешаем и соберем. Перемешиваем, как обычно, сначала тонкие слои. Вращаем кубовидными движениями. Двойными. Пока все двойными. Рандомно вращаем слои. Вот такие кубовиды уже удобно держать горизонтально при перемешивании. Еще что-то здесь перемешиваем. Чем дольше, тем лучше. 15 слоев собираются, естественно, дольше. Но главное, чтобы нам повезло с этапом шейп-мода. Возвращение формы кубовида. Ну, и я очень надеюсь, что не разлетится какой-то из слоев или весь кубовид. Как-то так. Ну, и вот, когда что-то более-менее намешано, начинаем вращать, как 3х3. Максимально аккуратно стараемся это делать. Если в одну сторону не идет, вращаем в другую. Очень нежно. Вот так вот расходятся временами вот эти вот слои. И какие-то элементы могут просто выпасть. Даже без каких-то особых усилий. Вот так вот из-за искривления таких продолговатых элементов цепляются вот эти вот уголки за центр. Центр здесь наборный. Можно посмотреть более внимательно. Строение. Ну, элементы немножко не такие, как в 3х3х13. Все потому, что более длинные уголки здесь и ребра на верхних слоях. Ну, верхнем и нижнем. На крайних. А средний элемент такие же. Оп. Первый пошел. Маленькое красненькое ребро. Вот у нас здесь что-то заклинило. Вот эти вот самые маленькие элементы регулярно будут выпадать. Но опять же на этапе вот таком вот 3х3. Аккуратно их вставим. Надеюсь. Встало на место. Пытаемся вращать дальше. Да, и кто-то уже вот на этом этапе испугается и передумает покупать кубоид. Но было гораздо хуже. С самой первой сборки даже вот в такое состояние приходилось приводить кубоид намного дольше. А еще дольше приходилось его собирать. Ну, допустим, это состояние перемешанное. Попробуем собрать. я, наверное, не буду очень подробно описывать процесс сборки, так как это не первое видео по кубоидам, да и не последнее. И, возможно, к этому моменту я уже создал какие-то обучающие видео. Возможно, вы их даже видели. Но, вкратце, принцип покажем. располагаем чтобы белые и желтые были либо сверху либо снизу. Ну, вертикальное положение кубоида. И собираем средний слой. Здесь вот в этой какафонии элементов важно не ошибиться. Например, вот уголок и вот эти три элемента это значит центральные. И значит сам этот элемент синий-красный тот, который нам нужен. Синий-красный элемент должен стоять между синим и красным центрами. Ищем их. Вот красный центр. А вот синий. У него синий снизу. Синий располагаем вертикально. Так. Подвели и соединили. Красный тем временем располагаем горизонтально. Так. Давай ты сможешь. Вот пока все вот эти вот локапы исправишь уже можно забыть с чего начал. Так. Где мы были? Белый был сверху. Синий. Синий. А, вот красный. Может сверху. Ну, не важно уже кто был сверху. донес. Вот. Донес я этот элемент между синим и красным центром стоит. Вот кусочек собрано. Дальше. допустим, синий и оранжевый нам нужен. Вообще, какой найдем, такой и хорошо. Кстати, синий и оранжевый и нашелся. Поднимаем синий, подводим сюда синий и оранжевый центральный уголок. Проверяем, что оранжевый горизонтально, нет, он вертикально. располагаем так и опускаем. Вот у нас уже почти самые сложные позади. Осталось оранжевый зеленый и зелено-красный. Здесь мы видим зелено-красный элемент. Так, аккуратно. Что-то хрустит. Где-то что-то зацепилось. Надо найти где. Так, сдвинулась. Вот пока вот так вот вращаешь, можно потеряться. Так, так, так. на какой ставили-то зелено-оранжевый. Так, ага. Вот зеленый центр вертикальный и зелено-оранжевый. Я надеюсь, ничего не перепутал, а то у меня бывает. это главное вот это пережить. Зелено-оранжевый рядом ставим на место. Есть. И остается красно-зеленый, он кажется, был на другой стороне. вот он зеленый центр. Подгоняем. Так. Вот видим, цепляется за центр. Чуть-чуть подвинем, а то все уже поворачивается. Аккуратность. Нужна аккуратность, ну и притертая головоломка. И вот самый сложный этап. Не потому, что его трудно собирать, то, что он плохо вращается. Вот это самое сложное сделано. И чем дальше, тем вращаться кубой будет лучше. Вот это пережили. Дальше нужно привести форму. Ну, собираем ОЛ на каждой стороне. Видим здесь, что это недокрест, три уса. Надо одно из ребер достать с другой грани. Стараемся замечать вот такие вещи, когда расходятся элементы, их зажимать, чтобы ничего не выпало. Так. Вот это пустое. Заменим. Аккуратно, очень заменим. Так. Так. пустое. Погорячилось я, сказав, что самое сложное позади. Все начало клинить. Так. С одной стороны крест есть. Сделаем у нас другой. Все аккуратно, самыми простыми алгоритмами. Так. желтый был снизу, забыть. Сейчас мне нужно сделать R- штрих. Вроде бы. Так. Вроде ничего не напутал. Здесь у нас подобие рыбки, здесь подобие мягкого знака. Так. Давайте побольше соберем. Так. Здесь мы видим, что уголка не хватает. соберем здесь рыбку. Так. рыбки достаточно один уголок развернуть. Можно делать, конечно, пиф-паф. Именно чем меньше ходов, тем лучше. Я сейчас сделаю левую рыбку. Надеюсь, у меня получится. с целью развернуть только вот этот угол. Развернется еще наверное вот этот. Так. так. Хорошо. Остается поправить уголки. Забираем тройный блок. Так. Здесь готово. ну а здесь восьмерочку надо сделать. Чем ближе мы к форме кубоида, тем все проще вращается. но торопиться все равно не нужно. И вот. Вот теперь точно самый сложный этап позади. Средний слой у нас собран и форма кубоида возвращена. Теперь мы переходим к классической сборке многослойного кубоида. Начинаем с белого креста, собираем ребра. у нас здесь есть бело-оранжевая. Посмотрим, что у нас есть с оранжевого. Так. Все. Больше нет. Сюда нужно два оранжевых элемента. Найдем их тут. Помним, что не нужно разрушать средний слой. Доставим. Так. Один ус готов. первый ус мы всегда собираем на месте. Дальше. Давайте синий какой-нибудь соберем. Четыре элемента. Пять, шесть, шесть. Нет, больше. Нужно седьмой. Седьмого нет. Значит, нужно найти его с этой стороны. Вот видим здесь элемент на нужном слое. опускаем вниз, вставляем сюда и отменяем ход. Так, и над синим центром мы вот тем же способом располагаем. Этот ус над оранжевой, синий есть. Дальше красный. Красный собрался полностью над красным центром располагаем. Так, остается какой-нибудь зеленый. Для зеленого здесь должно быть все. Так, отходим в сторону, опускаем, подводим. Крест готов. Здесь можно уже так поактивнее вращать, дальше проще. Все-таки кубой собирать можно, и это не так уж и страшно. Так, ну давайте собирать уголки. Вижу нужный элемент рядом с зелено-оранжевым. Если еще есть второй, два элемента. Ну, это уже неплохо, поэтому давайте какие-нибудь ненужные сюда подсоединим. Так, синий-красный нам не нужен, а зелено-красный это нужный элемент, мы его пока в сторонку. Это ненужный, так, зелено-оранжевый не нужен, и желтый уголок. То есть, два элемента нужных, все остальное это то, что должно быть на нижних слоях. просто отправляем наверх для того, чтобы выбить, ну, если там есть хорошие алгоритмы. R2 U-штрих, L2 U, R2 U-штрих, L2 U для семи слоев. И вот два элемента встали на место. так, смотрим остальные. Оранжево-синий, есть оранжево-зеленый, еще один, третий есть, четвертый. Так, ну, есть еще один, но мы пока его не будем. Оранжево-синий и какой-нибудь уголок. Ну вот, сразу четыре элемента. Делаем то же самое, переставляем эти углы вот сюда. Так, у нас здесь частично собрался седьмой слой сверху. Как бы не ошибиться. R2 U-штрих, L2 U, R2 U-штрих, L2 U. Так вот, разъезжается. Опасненько. Ну, на самом деле, все не так страшно. Так, хорошо. Дальше. Синий-оранжевый один здесь стоит. Значит, начинаем вот с этого. Второй есть. Два только. Посмотрим какой-то еще. Так, здесь какой-нибудь синий-красный. А один на месте. Раз. Ага. Ну, нет, так нет. Значит, поставим синий-оранжевый. Вот эти два. Здесь будем вращать уже шесть слоев, поскольку седьмой слой на месте. всякие ненужные. Расположим рядышком. И желтый уголок. То есть, сейчас вращаем шесть. Начинаем вот отсюда. Шесть, шесть. дадим и тот же алгоритм для разного количества слоев. Так, ну, посмотрим, появились ли красно-синие. Один, второй, третий, четвертый. Так, удачно. Красно-синие вышли все. Почему так получается? Да просто потому, что каждый раз, когда я вставлял элементы на эти позиции, а их уже было три, я выбивал все нужные, которые стояли в их слотах. Даже если не ставил на их место те элементы, которые должны там стоять. Ну, поэтому они все высвободились. То есть, вот эти синекрасные красные располагались на тех местах, куда я уже что-то поставил. Ну, могло не повезти, и они могли находиться на своих местах, но не по порядку. То есть, начиная не с центра, как я собираю, а где-то в промежутках. Ну, нам повезло. Или расчет был уверен. Поэтому все шесть элементов мы за раз оставим. так, один уголок готов. Дальше проще. Ну, как обычно. Так, смотрим. Нам нужно четыре сине-оранжевых. По идее, уже почти все элементы должны тут находиться внизу. Четвертый ищем. Да, он есть. Вот у нас четыре сине-оранжевых отправляется вот сюда. Вращаем четыре верхних слоя. Так, уже два собрано. Зелено-оранжевых должно быть три. И вот они три уже готовые. Вращаем три слоя. алгоритм все тот же. Ну, и остается зелено-красный. Это получается пять слоев. Так, половина кубоида собрана. Двигаемся дальше. Как обычно, я за два Т-перма соберу все углы и потом будем разбираться с ребрами. так начинаем снизу есть глаза ставим их слева. Глаз нет ставим как угодно глаз нет как угодно глаза есть ставим перед собой глаза есть перед собой второй слой глаза и верхние глаза и что я сделал начиная с центра и кверху кубоида я рассмотрел все слои на наличие двух углов которые стоят правильно друг относительно друга так называемые глаза на первом слое глаза нашлись и для Т-перма я их располагаю слева далее уже было копье два раза и тут в любом случае Т-перм нужно делать дважды поэтому располагаем как угодно но если дальше у нас глаза есть то не надо их располагать слева иначе слой соберется а вам еще раз делать алгоритм а делать Т-перм отдельно для узких слоев не очень удобно тем более можно всегда сделать за два применения алгоритма поэтому чтобы слой не собрался мы ставим глаза не слева как надо а перед собой тогда слой не соберется но глаза останутся ну и соответственно все остальные слой я поставил именно так если бы слой был собран ну я оставил бы его в рандомном положении он бы разобрался но глаза остались как-то так делаем Т-перм для для кубоидов конечно кстати для кубоидов если бы кубоид получше вращался к примеру возьмем тот же 3х3х5 то можно делать для первого применения Т-перма из 3х3 обычный вот этот то что на кубоидах он тоже работает если они вращаются как 3х3 и на всех слоях они делают нужную нам перестановку а тоже второе применение придется использовать конкретно кубоидный алгоритм который я наверное сразу и здесь буду применять я просто вот не очень хочу вот эти движения как 3х3 делать так как они для этого кубоида не очень полезны так что делаем кубоидный Т-перм R2 U R2 U R2 U D R2 U R2 U R2 тут доворачиваем D ну и смотрим как и планировалось углы на 7м слое собрались а на всех остальных слоях должны получиться глаза ну и проверим начнем зеленые грани глаза 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 везде все есть и ни один слой выше нужного нам не собрался теперь мы делаем Т-перм еще раз и соберутся углы на верхних шести слоях соответственно для шести слоев мы Т-перм и делаем R2 U R2 U штрих R2 U штрих 5 слоев 1 2 3 4 5 не 5 а 6 D R2 R2 штрих R2 U R2 доворачиваем D' штрих и не обязательно но мне нравится располагать все углы на своих местах чтобы оценить что же осталось ну и опять идем снизу вверх видим что на седьмом слое нужно два ребра поменять местами это паритет на шестом слое нужно поменять четыре ребра местами но они должны меняться все против числой стрелки а это тоже паритет так как такого PL нет в кубике 3 на 3 на каком получается пятом слое у нас обратный юперм так выше опять паритет выше получается юперм обратный еще выше опять паритет и на верхнем слое опять обратный юперм и это достаточно интересно у нас сразу на многих слоях есть паритетные ситуации ну давайте их решать я наверное сейчас прокручу обратный юперм на 6 слоях почему ну на нижнем слое у нас удобный случай паритета здесь нужно просто делать паритет дальше у нас перестановка 4 элементов мы сделаем так чтобы получилась перестановка 2 чтобы сразу применять паритет ну и 3 слоя у нас соберутся а значит нужно расположить вот эти паритетные слои с 4 неправильными элементами таким образом чтобы они стали более удобными а значит наша перестановка которая обратным юперм производится по часовой стрелке должна пару элементов собрать получается 3 7 слоев нижний игнорируем дальше перестановка по часовой стрелке должна нам что сделать так так это против часовой стрелки нам перестановка предлагается не нужна нужна по а здесь все стороны по часовой и у нас ничего не получится это плохой случай паритета поставим как-нибудь что-нибудь потом придумаем ничего хорошего не выйдет здесь юперм обратный а здесь кстати я ошибся здесь zperm на четвертом слое это не паритет ну ставим так чтобы один элемент встал на место так здесь собрана сторона располагаем слева здесь паритетный слой мы располагаем так чтобы один элемент встал на место может и второй встанет давайте слишком много всего разного для шести слоев делаем обратный юперм такой алгоритм мне подсказал Сергей Сухарев за что ему спасибо я стал его активно использовать шесть слоев m2 делаем f2 сразу делаем 1 2 3 4 5 6 d r2 d штрих m2 d r2 d штрих еще раз m2 ранее я обратно юперм делал зеркально прямому который вы еще увидите так ну смотрим что случилось теперь будем слоями поочередно разбираться нижний как был паритетный так и остался вот этот стал плохим паритетным пятый собрался этот предлагает обычный юперм и тут простой паритет так так ну давайте сделаем юперм для четвертого слоя чтобы просто убрать его с глаз для четвертого слоя отдельно четвертый слой вращаем тот же обратно юперм делаем но для одного так 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 четвертый слой собрался дальше давайте соберем сверху второй соберем здесь где нет давайте сначала я покажу обычный юперм чтобы было интересней для получается шестого слоя я сделаю обычный юперм чтобы из страшного паритетного случая с перестановкой четырех ребер получился какой-то более приемлемый паритетный случай зеленый встанет сюда синий встанет сюда красный встанет сюда то есть два элемента соберутся обычный юперм переставляет нам против часовой стрелки три элемента вот эти ну и как он делается для шестого слоя делаем F2 M2 а уже потом делаем D R2 D' 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 разница лишь в том что в прямом юперме мы делаем F2 и M2 D R2 D' а в обратном мы делаем F2 и сразу D R' а ход M он уходит назад гораздо удобнее не надо перехватывать что мы получили мы получили удобный паритетный случай и вот на этих многослойных кубоидах я стал уже отрабатывать такую вещь как решение разных паритетов одновременно ну давайте я для одного слоя для верхнего покажу как в принципе решается вот такой паритет он решается на примере обычного юперма с использованием юперм меняет нам три элемента против часовой стрелки смысл решения паритета в том чтобы взять какой-то элемент снизу они же одинаковые взаимозаменяемые поэтому можно какой-то элемент взять и сделать перестановку под рецикл сдвинем вот так вот зеленый вот красный поднимем вот так и юперм нам сделать перестановку вот этого красного вот сюда здесь по идее красный должен стоять зеленый пойдет вот сюда а этот красный пойдет вот сюда когда мы отменим этот ход здесь как был красный так и останется красный при таком set up movie мы первым движением должны сделать м2 ним 2 f2 соответственно отменить этапов поэтому паритетный алгоритм становится немного проще с обычного положения мы делаем у штрих начиная с того слоя которого нужно решить и начинаем сразу второй слой до m2 d r2 d штрих м2 d r2 d штрих для одного слоя естественно и остается вернуть и все собрано то есть обрезанный юпером даже короче чем сам юпером классический поскольку f2 отходит ну и теперь я постараюсь не ошибиться и решить сразу два паритетных вот этих слоя а значит мне нужно сделать такой стопов чтобы все у меня это получилось так ну допустим вот это оранжевый вот это зеленый значит сдвинем и для вот этого слоя не нужно где зеленый он умнее есть но для вот этого слоя мне нужен здесь синий а у меня зеленая грани значит я просто подвину раз два три 4 5 6 6 слоев так раз два три 4 5 6 чтобы здесь оказался синий и в итоге мне получится что зеленый вот от этого который окажется здесь нет он окажется вот здесь пойдет вот так а вот этот синий он окажется вот здесь заменит вот этот этот пойдет сюда а этот пойдет сюда что будет не так как не нужно то что мне нужно здесь не синий а нужен оранжевый чуть не ошибся отменяем еще раз мне нужно на эту сторону поставить элемент который должен быть вот здесь это оранжевый значит мы раз два три 4 5 6 6 слоев но можем только один свой разницы никакой 6 свое ставим оранжевых да и из такого положения если я не ошибся мы делаем тот же самый алгоритм что до этого но для двух слоев а это у нас получается шестой и седьмой ну начинаем м2 два слоя d r2 d' м2 1 2 3 4 5 6 7 d r2 и по идее ставится до вороты до на удивление я не ошибся еще на большее удивление кубоид не разлетелся только один раз выпал элемент а значит а все таки либо я привык его вращать либо его вращение со временем улучшается и то и другое в принципе радует но посмотрим что будет с кубоидом 3 на 3 на 17 предостерегая от покупки если вы не искушенный коллекционер то возможно стоит постеречься от приобретения а если у вас есть все что есть у меня далеко не все мои кубоиды то да это интересное это хоть не показывающий никаких новых ситуаций изделия но собирать его приятно несмотря на грустное начало где все может разлететься но в итоге от сборки получаешь больше удовольствия чем раздражение но я все же надеюсь что дальше будет еще лучше выльем сюда еще сколько-то смазки и будем собирать ну к примеру после 3 на 3 на 15 13 слоями вообще кажется летающим может он и лучше стал кто знает как-нибудь надо собрать рилей кубоидов ну подождем 17 слоями на головоломку а на этом все всем спасибо всем пока